День первый. Привет, как нога? Я знаю, это полный провал. Ты поломал ногу. А тут круто, сочувствую. Зато теперь все женщины этого города только мои. Ладно, я шучу. Тут напряги с интернетом. Мой ноут кричит проблемы с сетью. Хотя и серфит. Правда лагает. Но это не проблема. Лето. Короче, здесь все как мы думали. Хата у дяди пиздец. Я столько крутых вещей только в фантастике видел. Чего он свалил отсюда? Я не знаю. Он освободил мне хату как раз к универу. Срослая жизнь. Все дела. Я бы на его месте послал бы племянника нахуй. Серьезно. Плазма, коробка. Плейстейшн. Ладно, ладно. Эти шуточки про кинцов. Серьезно. На кухне микроволновка, печь. Все. Куча всякой поеботы. Из разряда нажми кнопку и жди. Короче, это рай для холостяка. Жалко, что ты это лето проведешь в больнице. Но я думаю, к концу августа ты будешь уже в теме. А я уже город посмотрю. И все такое. Завтра поеду заценю наш будущий универ. Ну и район гляну. А то приехал. Темно, кошмар. Сял сразу на хату. Приехал. В подъезде тихо. Только пыльно. Нихера не видно. Окна грязные. Ладно. Зато гопоты пьяни нет. Но у тебя, бро, никто не сломает точно. Ладно. Извини. День второй. Ёбаный нет. Да. День вышел крутой. Я нашел банкомат. Закупился. В общем норм. Район отличный. Магазов мало. Пришлось рыскать. Зато ща кушаю. Ничего такой омлетик. Как там у тебя больничная жрачка? Я видел, что письмо пришло. Ответа нет. Ну странно. Не могу зайти никуда. Ни в одну соцсеть. Хотя википедию и карту открывает. Еле дозвонился вчера своим. Видать, рядом что-то в хате и кранит. Ладно. В универе телефон нормально берет. Кстати, здание охуительное. Мы с тобой, как начинающие архитекторы, просто смачно сосем у отцов. Кстати, мы с тобой в одной группе. Занятие с 15 числа. Так что как только Нагар заживет, милости прошу. Запой. Может по приезду и тёчку тебе подгоню. Так что, как там твой стационар? Лысого, наверное, всем отделением гоняете. Кстати, видел соседа вчера. Тут по три двери на площадке. Этот из средней. Короче, постояли, подымили на лестнице. Он недалеко тут в ресторанчике работает. Приглашал там в ресторан. Ничего так. Ладно. У меня вечерний мационщик. Пойду поищу компашки. Надеюсь, мне ногу не сломают. Ладно, шучу, извини. Завтра отпишусь. День третий. Городок норм. Вообще, куча сраных памятников. Чему они только не посвящены. Некоторые вообще просто так стоят. Без табличек. Ну, скульптуры. И всё. И да, сейчас ты вообще упадёшь. Я взял в аренду скутер. Охуенный. За полтора косаря в месяц. Бензин за мой счёт, естественно. Вечером район тут пустует. Ну, вообще странно. Днём тоже, если приглядеться, пару мамаш, там левый народ какой-то ходит. В общем, как-то так. Странно. Куча лавочек, беседок, народа мало. Обедал у нашего соседа. Не ресторан, а кафешка, конечно, закусочная, как криминальное чтиво и прочее говно. Бургеры у них попробовать стоит. Охренеть, как вкусно. Короче, видал няшку в нашем подъезде. Я ходил, она выходила. Я такой, здрасте, я ваш новый сосед. Она кивнула, промямлила, спешу, очень рада, зайду. Вы из 10? Ну, хорошо, хорошо. Я к вам завтра вечером. Прикинь. Возможно, секс у меня будет раньше, чем я думал. Дядя звонил, задавал странные вопросы. Мол, как я тут, как самочувствие, вся хуйня. Я такой, ок, нет, говно, блядь, не могу дозвониться из хаты. Глючит всё. В онлайне не могу проверить, нихуя. Вставляю сообщения на отправку, жду. Всё хуйня, короче. Ну, ничего, к твоему приезду, типа, наладится, думаю. Кайп, короче, тоже ошибку выдает. Что за провайдер, хуй его знает. Завтра буду кататься на скутере и клеиться к соседке. Да, я теперь пикап-мастер. Короче, выздоравливай. Всё, я оффлайн. День четвёртый. Сраные памятники. Я катался по городу, тут памятники на каждом углу. Форма пиздец, серители отдыхают. Просто куча абстрактных фигур непонятных. Попытался срисовать эту хуйню. Что-то не так. Соскальзываю куда-то, нелогично. Всё слишком нелогично. Перспектива что-то с ней. Помнишь, в школе уграли там по Лавкрафту. Такая хуйня, короче, вот с измерениями. Вот я смотрю и понимаю, этот город прославлен архитекторами. Но всё же, блядь, это перебор. Фонтаны, правда, красивые. Как дядька и рассказывал. Соседка приходила, пришла погулять. Говорит, хорошо, что я здесь, а то ей скучно. Да-да, бро. Моя ебля не за горами. Хотя я тоже молодёжи, кроме соседа, её и не видел. Так что, такие дела. Сраные стариканы и мамаши с детьми, вот хоть жопой жуй. Наших мало. Хотя другие районы города поживее как-то. Кстати, провёл расследование местности, нашёл больничку и ментовку. Ну так, я почти местный. Осталось номерок местного барыги выцепить, иначе тебе придётся везти. Кстати, как там твоя нога? Бесит этот инет. Вот, прикинь, адрес на сайте провайдера подставной. Нет такого дома на улице. Охуеть. Не могу понять, что за проблема. Ладно. Сделал пиццу, покормил соседку. И да, она меня навещает. Короче, сейчас лягу телек смотреть. Плазма такая, что пол стены, бро. Ты оценишь. Хотел в бокс заиграть, но одному скучно. Так что честно дождусь твоего приезда. Выздоравливай, чувак. День пятый. Подъезд. Прикинь, что обнаружил утром. Дверь квартиры напротив, из неё песок сыпется. И по подъезду не пыль, а песок. Повсюду. Охуеть. Зашёл к соседу. Алексей, если я ещё не писал его имя, спросил. Он говорит, ну я типа привык. Ну, блядь. Покатался по городу. Середина лета, пусто, все разъехались. Фонтаны вырубили. Печально скучно. Так что давай, блядь, быстро ногу чини и ко мне. Быстро, блядь. Я тут сдохну от скуки. Ладно, я шучу. А на самом деле немного подзаебался. Скучно. Ну, думаю, тебе в больничке тоже хуёло. Хотя чего? У тебя нормальный инет и, наверное, сисястые медсёстры. И полная палата нормальных людей. Картишки там рубитесь. А мне чужой город, непонятная соседка, херовый интернет. И, блядь, официант Алексей, мой сосед. Ну, это хотя бы норм. Ещё странно. Паркинг, где я храню скутер, никто не охраняет. Ключ, который в квартире висел от гаражей. Вот и всё. Вся охрана. Такие дела. Ладно, всё. Звоню своим и спать. День седьмой. Этот интернет, блядь, меня ненавидит. Гулял с соседкой. Еле у Алексея. Бля, я перечитываю и мне смешно. Ты только не подумай. У нас тут весёлая компания. Спрашивал насчёт песка в подъезде. Говорят, всегда так было. Чувствую себя прямо как в каком-то фильме хичкока. Всюду тайны. Полугустой город. В магазине, в супермаркете, бля. Одна касса работает. Одна, блядь, касса в супермаркете. И эти мамаши с детьми. Климат жаркий. Я загорел. И это с моей-то кожей. В общем, это всё странно. Серьёзно. Этот город, блядь, самовыпиливается. Иногда мне кажется, что не он, а я. Ладно, пропадаю. Всё вокруг это чужое. Памятники эти. Вот если б ты их только видел. Ладно, спишемся. День одиннадцатый. Не могу дозвониться ни до кого. И знаешь, мне кажется, теперь я схожу с ума. Например, сегодня я видел за весь день только трёх человек. Аню, Алексея и себя в зеркале. Серьёзно. Я катался весь день по городу на скутере. Больницы закрыты. Ментура закрыта. Хотя нет, не закрыта, блядь. Заперта. Я от такой хуйни первым делом вспомнил Silent Hill. Но нет, тут нет сраного тумана, сирен и монстров. Такое чувство, будто я не дома. Жарко здесь. И этот песок в подъезде скрипит под ногами и на улице. Когда я еду, он шуршит под шинами. И знаешь что? Бензин не заканчивается. Я ещё ни разу не заправлялся. А Аня говорит, что любит меня. Что выбирает меня и чувствует. Она милая, правда. Думаю, что я чувствую к ней то же самое. Алексей говорит, что я привыкну. Кстати, как твоя нога? Как родные? До своих не могу дозвониться. И голова болит. Говорят, это всё из-за архитекторов. На обычных людей это не распространяется. Или не сразу. Но мы все здесь соскальзываем. Аня и Алексей давно соскальзнули. Аня говорит, что я скоро пойму, почему она меня любит. И измерения. Их больше. Чем одно, два. Больше, чем видят глаза. День 27. Привет. Я, кажется, вижу любовь. И я понимаю, почему она сразу со мной познакомилась. Если приглядеться, можно сразу разглядеть человека. Мы часто гуляем, лежим на песке. Уютно, тепло. Я загорел и, кажется, нашёл своё место. Когда я курю на балконе, я вижу дюны за чертой города. И я соскользнул. Знаешь, друг, я хотел бы видеть тебя рядом. Теперь, как вижу сейчас, интересно, какой ты. Когда меня будут искать, никто не поймёт, что я здесь. Но не здесь. Я могу видеть город таким, как прежде. С людьми. С голым аспальтом. Но мне не хочется обратно. Здесь моё место. А памятники, Господи. Если бы ты только их видел. Они идеальны. На закате я сижу с Аней на лавочке и смотрю на формы, параллели. Представь. Они могут пересекаться. Знаешь, дружище, я здесь останусь. У меня есть всё, что мне нужно. Алексей, кстати, делает отличные бургеры. Я понимаю, почему дядя съехал, бросил всё. Он прожил здесь полтора года. И он начал чувствовать это. Я начал раньше, потому что вижу измерение. Интересно, вы меня уже ищете? Я могу узнать, но не думаю, что стоит. Я уже соскользнул. Если бы ты только видел эти памятники.